Ростех станет одним из главных партнеров Евразийского научно-образовательного центра. Базовые договоренности по проекту достигнуты между Башкортостаном и государственной корпорацией. Вопросы совместного сотрудничества глава Республики Радий Хабиров и индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков обсудили на первом заседании межведомственной комиссии по вопросам взаимодействия региона и госкорпорации. Радий Хабиров отметил, что предприятия Ростеха внесли значительный вклад в рост индекса промышленного производства республики. УМПО превзошел прошлогодние показатели на 5%, витязь на 10%, прогресс на 2%. На площадке последнего при поддержке Башкортостана появится IT-парк. Одним из главных вопросов на встрече стала судьба Кумертаусского авиационного производственного предприятия. В первую очередь я хотел бы сегодня в сфере часы обсудить, как сегодня обстоят дела на республиканских предприятиях Ростеха. Как выполняются общие планы, программы развития и иные вопросы. Наша позиция по КумАПО – это сохранение предприятия в статусе серийного производителя вертолётов семейства Камов. Поэтому я предлагаю сегодня вновь всем вместе это обсудить. Ну и после рабочей поездки в Кумертау руководитель региона дал поручение рассмотреть варианты оказания дополнительной поддержки со стороны республики и проработать вопросы продвижения вертолётов производства КумАП на международном рынке. Банк России снизил ключевую ставку до 6%. Решение принято сегодня на заседании Совета директоров регулятора. Специалисты банка в соответствии с базовым прогнозом допускают возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Главным аргументом в пользу снижения ставки стало замедление инфляции. По мнению экспертов, понижение показателя не окажет существенного влияния на потребительскую способность в сфере кредитования. Активность в сфере рефинансирования ипотечных кредитов останется на уровне прошлых лет. Её пик пришёлся на два прошлых года. При этом часть банков считает, что в текущем году рефинансирование станет их основным портфелем. Если они ранее выдавали по очень высоким ставкам, то сам Бог велел. И, соответственно, заёмщикам надо пробовать, пробовать. Я всегда рекомендую, если есть возможность рефинансироваться, идите рефинансируйтесь. Если ставка отличается хотя бы на 1,5-2% ниже, обязательно пишите в банки и активнее добивайтесь снижения ставки. Ну и Банк России снизил ключевую ставку уже шестой раз подряд. Регулятор начал снижать её более полугода назад и опустил в общей сложности на 1,5% пункта. Цены до сих пор на это заметно не отреагировали. В этом году в Башкортостане увеличат количество квот на проведение бесплатных процедур ЭКО и КРИО-переноса. На эти цели из региональной казны направят 83 миллиона рублей. Как рассказал телеканал РБК Уфа, заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Республиканского медико-генетического центра, речь идёт о выделении 850 дополнительных квот для жителей Башкортостана. Эти меры направлены на повышение рождаемости и улучшение репродуктивного здоровья населения. Ранее этот вопрос поднимался на президиуме правительства республики. В прошлом году было выделено 1825 квот на классическое ЭКО и 200 процедур на КРИО-перенос. В этом году на 2020 год выделено такое же количество квот. И ещё я хотелось бы сказать о том, что по указу нашего главы республики Раде Фаридовича Хабирова в этом году также выделены финансовые средства за счёт средств республиканского бюджета. То есть дополнительные квоты, это получается у нас 500 квот на классическое ЭКО и 350 квот на КРИО-перенос. В России программа экстракорпорального оплодотворения вошла в программу обязательного медицинского страхования в 2013 году. За это время в Башкортостане по ОМС провели 7015 процедур ЭКО и 350 процедур КРИО-переноса. На сайте столичной мэрии опубликовали информацию об изменениях в схеме дорожного движения. Так, по улице Гафури на участке от улицы Красина до Достоевского открыто двустороннее движение. Напомним, ограничение было введено 2,5 года назад в связи со строительством жилого дома. И снять его планировалось только в 2022 году. А вот на участке улицы Красноярской движение транспорта закроют до конца 2021 года. Это связано также со строительством многоквартирного дома. Запрещающие знаки появятся на участке от створа жилого дома номер 40, два створа дома номер 30. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа.